всем привет сегодня в продолжении темы о зарплатах германии расскажу вам о том сколько получают водители грузовиков в общих чертах то есть сюда входят водители маленьких грузовичков которые перетаскивают 7 с половиной тонн 12-тонники и фуры фуры цельные и фуры с прицепами значит меня заинтересовала эта тема несколько лет назад по одной простой причине к нам на фирму очень часто приезжают уже различные водители с разных фирм есть постоянные есть транзитные залетные и что интересно вот именно чешские водители приезжающие сюда на своих фурах на чешских или на австрийских немецких никогда не торопятся никуда вообще ему говоришь подожди часик полтора без проблем мужик идет отдыхать в машину нажимает на паузу и отдыхает в сравнении с немцами не ты что почему ему нужно ехать дальше ему нужно нестись у него время паузы уже вышло нужно быстро или загрузиться или разгрузиться и улетать я как-то спросил одного водителя чеха послушай говорю а чё за ерунда почему вот так вот себя спокойно ведете блин как будто вам некуда торопиться в это зачем куда нам торопиться если мы говорит работая здесь в германии получаем чистыми на руки всего-навсего 1200 евро это чистыми на руки в месяц человек работает дальнобоем но это было раньше это было раньше лет восемь или десять назад сейчас ситуация конечно немножко изменилась в лучшую сторону благодаря тому что вот это вот инфляция растет благодаря подъему цен естественного людей растет зарплата и сейчас я конкретно зацеплю тему сначала вот таких вот маленьких фурочек вот таких вот семитонников 12 тонников если они к примеру работают на грузоперевозках на фрахтовики не дальнобои а именно как он называется ближние ближние рейсы эти люди получают в среднем от 1800 до двух с половиной тысяч евро в месяц зависит многое от опыта работы зависит от их называется стопы то есть сколько он сделал в день погрузок разгрузок это тоже учитывается зависит еще от фирмы в которой он работает потому что есть фирмочки богатые есть фирмочки бедные есть фирмочки так себе значит вот такие вот маленькие фурочки получают водители от 1800 до двух с половиной в месяц но они работают иногда даже по субботам плюс у них есть еще сверхурочные часы но эти сверхурочные часы в конце месяца если человек хочет взять примеру себе отгул он может попытаться взять этот отгул но если он не берет этот отгул то эти сверхурочные часы просто гасятся на ноль я знаю что я говорю у нас одно время на фирме точно так же было ты в год мог наработать 100 почти 200 часов сверх и в конце года эти часы уходили на ноль вот но мы сейчас говорим с вами о водителях на форах потом идет у нас водитель 12 тонника у этого водителя примерно такие же права такие же зарплаты как у 7 тонника потому что разница в грузоперевозке небольшая зависит опять таки его зарплата от количество загрузок погрузок разгрузок в день от фирмы в которой он работает и от самих клиентов с которыми работает эта фирма если клиенты богатые то и соответственно премиальные деньги и зарплата будет немножечко повыше но опять-таки максимальная зарплата у таких вот людей две с половиной не выше а теперь давайте посмотрим вот на вот эти вот фуры на длинные что с прицепом что просто длинные фуры тут у нас люди если они занимаются ближними перевозками у них стандарт 2 200 я говорю про баварию про тот регион в котором я живу у них стандарт зарплаты чистыми на руки 2 200 есть конечно же зависимости от груза от его квалификации то есть классификации этого груза повышаются там и премиальные и может быть даже сверхурочные им оплачиваются и бывает что водители вот на таких вот фурах дотягивают до 2 700 2 800 в месяц зависит еще от того как этот водитель в каких отношениях со своими шефами на фирме и как он выполняет работу на это здесь очень хорошо смотрят и придираются буквально каждой мелочи если же человек на такой вот фуре работает дальнобоем то у него выходит приблизительно около трех тысяч в месяц естественно он будет говорить что он получает намного меньше где-то на 600 на 700 евро меньше чтобы ему не завидовали чтобы его не подсаживали и день не под сидели или еще что-нибудь не принято открыто говорить в германии частности здесь именно в баварии какая у тебя чистая зарплата не принято это так говорить потому что зависит это почему тариф не только от тарифной сетки но зависит от того как ты договорился с руководством фирмы когда тебя принимали на работу о своей зарплате вернее размерах своей зарплаты есть такое понятие да вот эти фуры если они дальнобои они получают приблизительно около трех тысяч в месяц единственного что нужно быть романтиком чтобы жить в этой машине круглогодично потому что я как-то разговаривал с одним мужиком со словении он у него нету квартиры он живет если приезжает домой он живет у своих родителей там два-три дня и собирается в рейс и опять едет и он живет в машине у него собака маленький йорик и вот он с этим йориком несколько лет он работает и этот йорик постоянно вместе с ним в машине могут очок это вот мой дом быть на колесах собаку завел себе чтобы хоть с кем-то было разговаривать о чем-то жены нету говорит родители старики они своими делами занимаются это я приезжаю к ним только на пару дней отдохнуть и уезжаю опять на целый месяц в рейс для для чего год не квартира такую романтику честно сказать я не понимаю ну блин ну надо быть надо быть действительно вот таким вот человеком увлеченным вот этой работой чтобы жить в машине кому как нравится есть у нас еще такое понятие как гефаргуд то есть опасные грудь перевозка опасных грузов под эту классификацию попадают также бензовозы вот эти вот которые солярку возят керосин бензин всякую злобную химию тут у людей зарплата сразу когда их берут на работу им дают зарплату если смотреть чистыми на руки две восемьсот три тысячи потому что они все таки подвержены на своей работе определенной доли риска грязными это зарплата у них примерно выходит около четырех тысяч в месяц опять таки за и зависит от налогового класса этих водителей я вам уже рассказывал про налоговые классы в германии от 1 по 6 класс и естественно зависит от опыта работы опыт работы сама фирма если она очень хорошо стоит на ногах прочно стоит у нее хорошие солидные клиенты то и соответственно зарплата у водителей этой фирмы будет действительно хорошие есть различные фирмы в которых есть такие машины вот как для перевозки бензина соляра и так далее и с этими же рядом в этих же фирмах есть просто фуры или с прицепами или длинные они занимаются тоже дальнобоем эти за получают немножечко меньше зарплату люди которые работают на этой фирме водители они знают кто из них сколько получает но там нет такого понятия что вот блин зачем немного работать если я получаю меньше чем он человек заранее подписывая свой договор на трудоустройство этой фирме уже заранее знал кем его берут и какая у него будет зарплата поэтому нет тут такого в основном такого нет чтобы кто-то из водителей допустим на этих фирмах завидовал другим водителям здесь такого нет но не обольщайтесь тем что зарплаты раз допустим зарплата 3000 в месяц чистыми то можно жить пировать жировать нет нифига в магазинах вот я сейчас вам просто для примера скажу в магазине килограмм мяса той же самые свинины стоит по моему сколько около 10 евро килограмм говядины стоит 12-15 евро допустим коробка фарша обычный фарш свиной он стоит 8 евро уже готовый фарш свиной в расфасовке допустим курица для гриля для духовки она стоит сейчас я вам скажу она стоит 67 евро одна курица буханка хлеба стоит нормального хлеба буханка стоит у нас сколько 260 это это нормальная цена это еще недорогой хлеб это средняя цена есть конечно подешевле есть по евро есть разные цены допустим пачка молока стоит у нас 1 евро вот и считайте сами жизнь здесь в германии не настолько уж сладостная не на не настолько беззаботная как это может показаться вам там где вы находитесь или как это может показаться вам из рассказов ваших друзей знакомых которые как залетные транзитники приехали сюда посмотри ой какие тут красивые поля все зеленые вон курочки бегают чистенькие ухоженные вон уточки гусики сидят чистенькие ухоженные в германии так классно ребята все это классно потому что люди блин выполняют свою работу добросовестно люди стараются выполнять свою работу добросовестно и стремятся к идеалу в своих отраслях где они работают но это не значит что здесь действительно круто и легко жить нет чтобы хорошо нормально жить нужно пахать хреначить как блин тягловый ослик потому что если ты не будешь работать не будешь тянуть на себе все эти свои обязанности которые на тебя положены на работе плюс еще сверху немножко то вряд ли ты сможешь нормально жить потому что цены постоянно растут цены растут каждый год это как в советском союзе говорят вот застойные времена времена брежнева все было зашибись я помню во времена брежнева в конце каждого года висели плакаты в городе в кишиневе висели плакаты по просьбам трудящихся цены на продукты питания подняли на 5 процентов по просьбам каких трудящихся все вот так вот у нас подавалась цена на продукты на на жизнь на все остальное здесь тоже самое чтобы пойти купить себе к примеру нормальные зимние ботинки нужно выложить в среднем бать не я не говорю туфли именно ботинки в среднем нужно выложить 100 150 евро это чтобы купить более-менее нормальные если вы хотите какие-то фирменные с каким-то крутым лейблом то приготовьтесь выложить в два то есть в три раза больше за эту обувь чем к примеру в другом месте да поэтому когда я вам рассказываю о зарплатах допустим вот те же водители или кого-то другого или медперсонала как было в одном из моих предыдущих видео еще раз повторяю не обольщайтесь тем что здесь такие зарплаты от зарплаты в конце месяца у человека остается буквально там ну 100 ну 200 евро тем более что если к примеру водитель той же самой фуры он курит пачка сигарет сегодня стоит на сегодняшний момент стоит от 7 до 10 евро пачка сигарет а если человек выкуривает в день примеру пол пачки ну вот и считайте сами в месяц он выкуривает допустим 15 на 105 евро в принципе не такие уж большие деньги вы скажете но когда есть люди которые в день выкуривает по целой пачке тогда уже тут совершенно другие расценки совершенно другие выплаты плюс еще многие водители или строители особенно строители на стройках по вечерам выпивают по ящику пива нарыла по ящику пива пиво тоже разных цен бывает разных сортов разных видов разных фирмы тогда и т.д. только в одной баварии около 300 с лишним различных сортов этого пива поэтому когда человек получает зарплату чистыми на руки 3000 из этих денег высчитывается за квартиру за коммунальные услуги за телефоны за то же самое отопление за обслуживание вот этих хаус мастеров различные страховки одно другое третье поход в магазин в конце месяца у человека остается не так уж много денег но почему я это вам рассказываю потому что очень многие спрашивают меня где ты работаешь а расскажи нам то расскажи нам это вот я вам уже в каком видео подряд рассказываю о зарплатах здесь в германии в частности в баварии чтобы у вас было примерно примерное соображение того какие здесь цены какие тут зарплаты и стоит ли так обольщаться тем что вот если к примеру мы кинемся в европу мы приедем сюда мы тут будем жить как у кота за как у христа за пазухой такого не будет первые полгода может быть вам и дадут посидеть на социале а потом скажут все дружок иди работай и все не хочешь работать до свидания вот в таком вот формате я хотел вам рассказать о зарплатах водителей на фурах не забудьте подписаться на это видеть на этот канал поделиться видео с друзьями ну оставить лайк если кому нравится не нравится не нравится на вкус и цвет товарищей нет ну и естественно комментарии всем удачи пока а